В период пандемии в России резко вырос спрос на услуги психологов по сравнению с осенью прошлого года. Почти на 90% растет тревожность, обостряются хронические расстройства. Как сделать психологическую помощь доступнее и качественнее задумались депутаты Госдумы. В частности, они предложили распространить на эту сферу налоговый вычет, как за медицинские услуги или занятие спортом. Сергей Хайдаров узнавал, как это будет работать. Уважаемые коллеги, сегодня мы коснемся репортажа, который прошел по пятому каналу. Репортаж касался также и работы нашего центра BCBT. И большое спасибо корреспонденту Сергею Хайдарову за освещение этой темы и за интервью, которое мне удалось ему дать. К сожалению, конечно, не все ответы на волнующие вопросы вошли в это интервью. Поэтому мне хотелось бы прокомментировать и дополнить то, что не попало в кадр. В силу, конечно, репортажной съемки мы понимаем специфику жанра, где ужимается до небольшого сюжета все то, что необходимо осветить в этом репортаже. Поэтому, в первую очередь, большая благодарность и руководству канала, и непосредственно корреспонденту Сергею Хайдарова. Ну и вызов, тот, который ставится этим сюжетом, тоже очень важен, на мой взгляд, для профессионального сообщества. Потому что затрагивается такая животрепещущая тема налогового вычета, возможности человека компенсировать часть своих расходов на оказание психологической помощи, по аналогии с медицинской помощью. И это действительно благое дело. Но мы здесь сталкиваемся с целым рядом коллизий, которые как раз очень хотелось бы с вами совместно обсудить. Благодарность тем, кто отреагировал и на эту информацию на наших страницах в социальных сетях, и на этот ролик по пятому каналу. И хотелось бы продолжить эту оживленную дискуссию, поднявшую целый ряд важных и существенных вопросов. Ангелина была уверена, что походы к психологу это не про нее, но массовая истерия из-за коронавируса сделала свое дело. У девушки начались панические атаки. Я стала чувствовать себя небезопасно в кругу мало знакомых мне людей. Даже бывают встречи по работе какие-то с незнакомыми людьми, они стали для меня очень дискомфортны. По словам психолога Ангелины, подобные настроения буквально накрыли россиян. Клиентов прибавилось в разы. И даже хорошо, что люди идут к специалистам. Держать такое в себе может быть опасным для здоровья. Паническая атака имеет такое свойство. Если она пропадает, то появляется другой симптом. Например, я перестаю спать. Или еще что-либо другое, например, головной боли и прочее. То есть любой симптом, который говорит вам о том, что ваше качество жизни изменилось, свидетельствует о том, что вам точно нужно к психологу. Повышенный запрос на услуги психологов уже стал предметом изучения международной команды ученых, куда вошли в том числе специалисты из Челябинска. Одно из самых сложных испытаний для человеческой психики – это, конечно же, отсутствие контроля над ситуацией. И именно это, на наш взгляд, тревожит россиян больше всего. Из-за коронавируса многие перешли на удаленку. За дресс-кодом следить не надо. Всем понятные нам и известные события, связанные с социальным дистанцированием, карантином, переходом на удаленку, так называемую, на дистанционную форму работы и взаимодействия, конечно, привело к серьезным и значимым изменениям и в самочувствии, и в настроении, и в поведении не только россиян, а людей всего мира. Те вещи, которые неоднократно обсуждались с нами, с коллегами, психологические факторы, реакции со стороны людей, попавших в такую ситуацию, самоизоляции, удаленного доступа к работе и социального дистанцирования. Многократно обсуждались и в социальных сетях, и в специальной литературе, и в том числе на страницах нашей ассоциации, например, в публикациях Роберта Лихи, его статьях в американских газетах и журналах, и в профессиональной литературе, о том, что действительно есть целый ряд факторов, которые влияют значимо на психоэмоциональное состояние, и как с ними быть. Методы совладания, компенсаторные стратегии, купинг-стратегии и навыки, которые необходимо развивать в таких обстоятельствах. По данным одного из популярных интернет-сервисов, спрос на услуги психологов подскочил по сравнению с весенними показателями на треть, а в сравнении с осенью прошлого года почти в два раза. Вот эти цифры отчасти совпадают с данными нашего центра, минимум рост на треть по сравнению с осенью прошлого года в два раза, поэтому мы можем говорить о существенном изменении спроса. Спрос, как и в любой экономической области, является эластичным. Мы знаем о сезонности депрессий и весна и осень, такие пиковые периоды спроса на услуги и на помощь психиатров, психотерапевтов и медицинских клинических психологов. Но в данном случае еще дополнительный фактор, вторая волна, условная пресловутая пандемия, конечно, обострила и так, если не на пределе находящиеся, но достаточно потрепанные нервы россиян, что, конечно, отражается и в запросах, и в количестве обращений, и в самом спросе на помощь, поддержку со стороны психологов и психотерапевтов. С чем, в общем-то, логично и повышение цен. Сейчас один сеанс в среднем по стране стал стоить порядка 800 рублей. Это на 14% больше, чем весной или в прошлом году. И такая ситуация перевернула сферу услуг с ног на голову, особенно учитывая уход в онлайн. Столько специалистов, как сейчас, на рынке, пожалуй, не было никогда. Многие даже решили сменить сферу деятельности, делая ставку на то, что психолог – это профессия будущего. Действительно, мы уже не раз обсуждали, что психолог – профессия будущего, но сейчас она стала и востребованной, и популярной, и поэтому большое количество обращений за подготовкой профессиональной, за повышением квалификации, которые мы стараемся удовлетворить. У нас в нашей ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии мы видим действительно рост этого интереса, рост спроса, рост количества участников на наших мероприятиях, обучающих курсах, и базовый курс, и адванс-продвинутый курс, и супервизионные курсы становятся с каждым годом все больше и больше, но переход в режим онлайн вынужденно, с одной стороны, лишил нас прелести и очарования такого очного общения, непосредственного контакта, но, с другой стороны, сделал удобным, доступным и комфортным контакт через интернет посредством таких платформ, как, например, Zoom. И поэтому наши занятия, которые мы стараемся осуществлять на высоком профессиональном уровне, не пострадали от этого резкого перехода, поскольку мы уже были готовы к нему, проводя часть наших мероприятий непосредственно в дистанционном формате через платформы интернет-доступ и в смешанном и комбинированном через онлайн интернет-трансляции. Поэтому буквально вот в этом сюжете мы видим встречу руководителей нашей ассоциации и таким же образом проходят учебные мероприятия на платформе, которую организовала уже сама наша ассоциация BCBT Online, с помощью которой есть такой хороший вариант контакта продуктивного и конструктивного между специалистами и клиентами и пациентами и одновременно как площадка для коммуникации, контактов и мероприятий для профессионалов. Поэтому мы на такие вызовы современности не только готовы ответить, но и видим, как такой научно-технический прогресс и современные технологии помогают в развитии и психотерапии, и помощи в дистанционном формате и развитии обучения психотерапии через обучение онлайн, через обучение на специализированных платформах. Это возможность смотреть в будущее и видеть в этом свое новое место работы, если старое, например, не устраивает или теряется. И несмотря на тяжелый, а в некоторых ситуациях даже драматический характер 2020 года, все-таки он способствовал и каким-то положительным сторонам, переходу многих людей, которые скептически относились к дистанционным формам контакта на обучение онлайн, на терапию онлайн. И здесь это стало уже рутиной для многих специалистов. И помощь дистанционная, и обучение дистанционное со своими минусами, но и со своими очевидными плюсами и преимуществами. Поэтому вызовы времени диктуют для нас необходимость быть гибкими, отвечать на эти вызовы. И возможности современных технологий интернета – это как раз качественный ответ на сложившуюся и эпидемиологическую обстановку, и будущие какие-то возможные вызовы для того, чтобы не прерывать процесс обучения и не прерывать процесс терапии, реагируя вот таким адекватным ответом, адекватным образом в связи с такой развернувшейся проблематикой. Компенсация положена только за прием у лицензированного специалиста, например, в Центре психологической помощи. Люди должны получить психологическую, социальную поддержку и помощь за счет государства. Ну вот по поводу лицензированного специалиста, здесь сразу возникают существенные вопросы, потому что лицензируется у нас помещение, лицензируется у нас организация. Лицензирование, как на Западе, непосредственно специалистов у нас отсутствует, и поэтому это тоже серьезный вопрос и большой вызов. Каким образом Государственная Дума, каким образом чиновники предполагают лицензирование психологов, будет это персонализировано, будет это касаться непосредственно специалистов, или также, как по аналогии с врачами-психотерапевтами, лицензия будет выдаваться на организацию. А за счет государства они могут получить только помощь, если обращаются к официальным психологам, психотерапевтам, а значит не будут обращаться к этим проходимцам, которые в интернете предлагают свои услуги. Специалисты считают, со временем для россиян поход к психологу станет обычным делом. В большинстве зарубежных стран это давно стало нормой, ведь за хлебом мы идем в булочную, за таблетками в аптеку, значит и лечить душу должны профессионалы. Опять же цель ставится благая, что необходимо помочь населению Российской Федерации отдифференцировать, разделить помощь профессионалов и помощь, как было сказано простым языком, проходимцев, то есть непрофессионалов или лиц, незаконно претендующих на оказание услуг. Соответственно, здесь тоже большой и сложный вопрос, поскольку необходима законодательная база для этого, и необходима тогда регуляторная функция либо государства, либо профессионального сообщества, либо и тех и других субъектов одновременно. Большая благодарность, уважаемые коллеги и дорогие друзья, за ваши комментарии на страницах в наших аккаунтах в социальных сетях, и мы предлагаем и под этим видео тоже делиться своим мнением, комментировать, вносить свои предложения, которые, мы надеемся, помогут нашему профессиональному сообществу и нашей ассоциации, и профессиональному сообществу психологов и психотерапевтов в целом оформить, сложить некое свое мнение, которое мы постараемся донести в том числе и до руководящих органов, до государственных структур на различных мероприятиях через различные каналы. Этот сюжет пересматривал и комментировал вместе с вами Дмитрий Ковпак. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok